Мы переходим ко второй части нашей утренней зарядки. Это мягкая растяжка. Все упражнения выполняете мягко и плавно. Приступим. Опускаемся вниз в позу ребенка. Опустите ягодицы к пяткам. Натяните локти, расправьте пальцы рук. Начинайте движение только в грудном отделе. Направьте взгляд вперед, делайте вдох и опускаемся выдох. Вдох, выдох. Еще один раз. Следующее движение. Через круглую спину поднимаемся вперед. И волнообразно в исходное положение. Снова круглая спина. Вдох. Назад. Выдох. Еще один раз. Вдох. И выдох. Поднимитесь. Останьтесь на четырех точках опоры. Сделайте вдох. Сделайте вдох. Максимально управляем. Грудной отдел. И с прогибом делаем выдох. Взгляд вверх. Снова вдох. Взгляд в область живота. И выдох. Еще один раз. Вдох. Вдох. И выдох. Вернитесь в исходное положение. В позу ребенка. Переходим к следующему движению. Гамак. Выдох. Вдох. 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 Еще один раз. Останьтесь в положении гамака. Оставьте прямые руки. Локти натянутые. И движение только в плечевом суставе. Взгляд направьте вниз. Напрягайте мышцы живота. Хорошо. Останьтесь в нижней точке. Направьте взгляд на стопу назад. Вернитесь в исходное положение. В другую сторону. Еще два раза. Выдох. Вдох. Отлично. Через позу ребенка. Перейдите в положение буквы В. И аккуратно пройдите вперед. Через круговую спину. Останьтесь в положении стоя. Переходим дальше. Оставьте стопы на ширине таза. Расправьте плечи. Грудь подайте вперед. Соединяем ладони перед собой. Делаем вдох. Удлиняемся вперед. Выдох. Наверх. Вниз. Снова к себе делаем вдох. Удлиняемся вперед. Выдох. Вдох. И через сторону вниз. К себе. От себя. Вверх. Переходим. Переходим к следующему движению. Ладони чуть выше колен. Грудь раскрыта. Взгляд перед собой. Это вдох. На выдохе поворачиваем пальцы вовнутрь. Локти направляем вниз. Снова делаем вдох. Раскрываем грудь. И разворачиваем ладони. Спину расслабляем. Еще один раз. Вдох. И выдох. Отлично. Оставьте ладони в пол. Стопы сделайте чуть шире ваших плеч. Ладони перенесите под колени. На вдохе вытянитесь в разные стороны. Макушкой вперед. Копчиком назад. Спина по возможности прямая. Колени натянуты. И расслабляемся. Вдох. И поднимите стопу впереди на 2 см. И вернитесь в позу ребенка. Шагаем на месте. И плавно проходим вперед. Через круглую спину возвращаемся в исходное положение. Отлично. Мы закончили с вами вторую часть нашей утренней зарядки. И переходим к третьей части. Это несколько силовых упражнений. Сегодня в Элисте ожидается ясная погода. Вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы. 746 мм ртутного столба. Температура воздуха плюс 25, плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный, умеренный, 8 метров в секунду. Относительная влажность 16-24%. Всем доброе утро. Меня зовут Санал Дубровин. Я шоу-повар кафе BlackBerry. Сегодня мы будем готовить самый простой омлет. Для этого нам понадобится 3 яйца, сливки 22% жирности, соль, перец, масло растительное и микс салата. Для начала мы поставим разогреваться сковородку. Сделаем нашу основу. Добавим яйца. Сразу приправим солью. Забьем. Сначала перемешаем, чтобы сливки лучше потом соединились с яйцами. Добавим сливок. Где-то чайную ложку. Можно же их две. И интенсивно начинаем взбивать. Так, сковородка у нас почти нагрелась. Добавим немного растительного масла. Сюда же добавим немного черного перца. Когда со сковородки пойдет легкий дымок, можно будет уже заливать масло. А пока взбиваем. Все, дымок появился. Заливаем нашу массу. Дадим ей немного схватиться. А уже у нас разогретая духовка. Стоит на конвекции на 180 градусов. Так, наша масса схватилась. Теперь закидываем ее в духовку. Все, ушла. Так, ждем 3-4 минуты. Омлет поднимется и можно будет уже подавать. И обязательно пользуйтесь прихваткой. Сковородка будет горячая, чтобы не обжариться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверим. Еще немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, наш омлет готов. Достаём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, немного поможем его ложечкой, чтобы лучше отошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Украсим его миксом салата. Здесь у нас руккола, лалороса, обычный лист салата. Сейчас у нас сезон клетчатки, так что зелень очень полезна. И сбрызнем все оливковым маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш омлет с миксом салата готов. Всем приятного аппетита и будьте здоровы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Тайлана, я иду в первый класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, Наташа, иду в первый класс. К школе готова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Меня зовут Айлин, и я готова к школе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, дорогие наши телезрители! В эфире «Утро Калмыкии». И сегодня на связи со мной Виктория Солодкая, художественный руководитель детского образцово-художественного ансамбля «Веснушки». Доброе утро, Виктория! Доброе утро, Амуля! Виктория, наш традиционный вопрос. Как начинается ваше утро? Мое утро всегда начинается с молитвы. Я очень люблю молиться, поэтому утро у меня начинается с молитвы, ну, а потом, как обычно, у всех людей, завтрак, умывание, зубки чистить, кушать и работа по дому. Расскажите немного о себе. Я родилась в городе Железноводский, Ставропольский край, и так классно получилось, что я живу в Калмыкии уже очень много лет, и в Калмыкии я мне дала очень много, дала образование, воспитание. Тем людям, которым я всем благодарна, которые не причастны к тому, чтобы я осталась в стороне, воспитали, выучили, диплом. Как это сказать правильно, что я очень благодарна Республике Калмыкии, очень благодарна. За то, что у нас сегодня есть такой коллектив в нашей Республике, это благодаря нашим хорошим учителям. Солонова Ирина Григорьевна, Дочинова Алла Григорьевна, они очень много в меня лазили. Сейчас мы по себе дружим, общаемся, и я ему очень благодарна. Расскажите подробнее об ансамбле «Веснушки». Как, когда создавался? Ансамбль «Веснушки» на самом деле создался очень нежданно, негаданно, нечаянно, можно сказать. У нас был первый танец такой, он назывался «Детский танец «Веснушки». Детки там бегали в желтых юбках, бантиках, и как-то народ так и назвал. Особо название «Веснушки» ему и не давали. Это название народа, то есть так начал называть нас народ. Видя нас на мероприятиях, маршрутки уже, просто люди едут и говорят, о, «Веснушки», «Веснушки» у моей подружки. Ну, всё как бы пошло от первой постановки, от первой музыки, музыкального сопровождения, поэтому создались мы нежданно, нежданно, негаданно в 2011 году, 11 февраля, день рождения нашего коллектива. Начинало всё это с 10 человек, детишек. Может быть, где-то было 5-6 девочек, там 3-4 мальчика, как всегда мальчиков не хватает. И так и создался такой огромный коллектив. На сегодняшний день более 100 человек. Ну, не знаю, вот просто после пандемии, к сожалению, кто останется, кто не останется, пока неизвестно, но у нас был самый большой коллектив в республике. 250 человек, детишек. Стараемся каждому угодить, научить, обучить, привить любовь к танцам. А какие возрастные категории в вашем ансамбле? Возрастные категории, ну, мы берём где-то с 3-4 лет. Ну, вот самая старшая девочка, это у нас Павлова Белая Лиза, ей 17 лет. Но сейчас она уже будет преподавать. Она учится на втором курсе колледжа искусства имени Ченкушова. Мы очень рады. И сейчас она больше как бы будет преподавателем. Я так надеюсь на это, ну, а как там получится? Так, в 15 лет. А какие танцы вы обычно изучаете? Каким танцам обучаете ваших деток? Вы знаете, прям особого направления нет. Мы стараемся охватить всё. И современную пластику, и модерн, и танцы народов мира, гимнастики немножко обязательно, ритмику, пластику, общеразвивающие, всё полностью. Нету одного направления, допустим, калмыцкий танец, или нету одного направления народный танец. Я стараюсь сделать так, чтобы детям было интересно, чтобы влюбить их в дело, которым они занимаются. А расскажите о том, как проходят ваши репетиции? Много ли людей бывает на них? Очень много. И как часто они проходят? Ну, знаете, часто проходят. Малыши у нас занимаются три раза в неделю, по полтора часа, час. Начинаем, конечно, с сорока минут, потому что это нагрузка физическая на всю группу мышц, переутруждать детей тоже нельзя. Стараемся всё проводить в очень интересной форме игровой, чтобы ребёнка заинтересовать, чтобы ему было не скучно, чтобы не навредить, чтобы ему было это всё в пользу, естественно. Чуть постарше дети занимаются полтора-два часа. Ещё старше детки занимаются два с половиной-три часа. Когда у нас какие-то выезды, фестивали или подготовка к концерту, мы можем проводить и по четыре, и по пять часов в зале. Конечно, это основной костяк. Танцев очень много у нас, поэтому я стараюсь, чтобы ни один ребёнок не остался за кулисами. То есть, если две сотни детей, а не две сотни детей выходят на сцену, неважно, там, с флажочком, шариком. То есть, для ребёнка это уже победа. Он вышел, это даже элементарно, шариком, но для него это уже колоссальный успех для ребёнка. Чтобы каждый ребёнок был задействован. Неважно, сколько ему лет, неважно, сколько он ходит, неважно это совсем, абсолютно. Вот уже девять лет существует ваш ансамбль. Наверняка приходилось побывать в других странах. Расскажите, в каких странах вы были и какие фестивали уже посещали? На самом деле, мы были за рубежом только один раз пока. Потому что вот сейчас как раз-таки мы должны были уезжать, но так получилось, что, к сожалению, такой большой карантин на весь мир. К сожалению. Так мы были в Таллине, пока только в Таллине. Ну, по России мы обезлили очень много городов. Москва, Питер, Ставрополь, Пятигорск, Иславодск. Минеральные воды, в общем, мы все объехали. Нальчик и так далее. То есть наши детки были в Казани на очень таком масштабном соревновании, так скажем, фестивале. Это был чемпионат России по народному танцу и народно-стилизованному. Вот к чему я говорила, что у нас нет по одному направлению. Мы в двух номинациях взяли золото. То есть это очень большой был фестиваль, конкурс. Это чемпионат был. Это очень мощный масштаб. Это самое то, что запомнилось и нам, и детям, и родителям, естественно. Потом мы поехали в Москву как победителем. В Москве мы одержали тоже победу. Взяли, правда, бронзу. Но учитывая, что там было в первом этапе 25 коллективов сразу выбыли, поэтому считаю, что мы дошли до финала и взяли бронзу. Это тоже очень большая победа для нас. Мы будем стараться, будем работать дальше. Опускать руки нельзя. Надо вставать и дальше идти. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот у него такое-то заболевание Вы сможете нацепить? Я смогу взять. Я беру любого ребенка. Мне не главное, чтобы ребенок что-то умел. Я надеюсь, мы научим и даже поправим здоровье. А Виктория, есть ли у вас еще какие-либо увлечения или хобби? У меня есть. Я очень люблю готовить. Я очень люблю готовить. Я очень люблю свой дом, двор. Я люблю заниматься именно домашними делами. Это мне приносит большое удовольствие. У меня котята, собачка. Я как-то так. Домашний я человек на самом деле. Я очень люблю свой дом. Ну, вас прям смотришь и видно, что вы любите свою работу, любите свой дом, свою семью. Что вас так вдохновляет двигаться вперед, работать так же? Вдохновляет меня просто то, что я утром проснулась и, слава Богу, жива, здорова. И это первое вдохновение, откуда можно черпать силы. Потому что очень много людей, к сожалению, просыпаются и сразу чем-то недовольны. Я считаю, что ты проснулся, у тебя есть крыша над головой, у тебя рядом твой ребенок, твоя собака, твоя кошка. И это радует. Ну, вообще, я считаю, что от того, что мы просыпаемся, мы уже должны быть счастливы, поздравить. Виктория, скажите, в каких мероприятиях ансамбль «Веснушки» в ближайшем времени готов принять уже участие? Мы очень надеялись, что мы примем участие на День города, такой масштабный, да, в этом году получается, амбромия, юбилейный такой год. Очень надеялись на это, но, к сожалению, как стало известно, что детки не будут принимать участие. Не только наши, но вообще, детки республики, к сожалению. Вот это было прям, конечно, тоже немножечко так. Виктория, а есть ли у вас мечта, которую хотелось бы непременно осуществить? Нет, о мечтах не говорят заранее. Ну, хорошо, цели, явления. Есть, очень много у меня целей в жизни. Я к ним иду, я не буду останавливаться, я не останавливаюсь. Хорошо, поняла. Вы готовы уже к осени, делали какие-либо закрутки? Вы знаете, на самом деле, так немодно уже закрутки делать. Вот сейчас все замораживаю. На самом деле я все замораживаю, я не кручу в банке. То есть у меня есть морозильная камера, где у меня все, заморозка, в маленьких пакетиках, все замораживаю. Это гораздо удобнее, кстати, наверное. Для нас, для моей семьи, которая состоит из двух человек, я и моя дочь, нам очень удобно так. Спасибо вам, Виктория, за то, что согласились на интервью, рассказали об ансамбле. Сейчас у вас есть прекрасная возможность пожелать нашим телезрителям самого доброго утра. Чистого сердца и чистой души. Хочу, чтобы у нас было мирное небо на голове. Чтобы избавились мы от этого вируса всемирные, хочется уже, чтобы все люди жили, дышали, наслаждались жизнью, как раньше. Чтобы все закончилось, то скорее больше. И желаю вам счастья, любви и здоровья, а самое главное – душевное спорство. Меня зовут Инкира, я иду в первый класс и я готов к школе. Сегодня 1 сентября. В такой день возможны затруднения движения, задержки и препятствия. Не стоит решать срочные вопросы. Не начинайте проект, у которого есть четкие сроки, вы в них не уложитесь. Высока вероятность возгораний, пожаров, коротких замыканий электроприборов. Будьте предельно осторожны и внимательны на дороге. Поток ЦИ в этот день неподвижен, поэтому не стоит начинать никаких важных дел. День подходит для завершения всех незаконченных дел. Субтитры подогнал «Симон»!